Всех приветствую! С вами я, Владимир Осечкин, основатель ГУЛАГУ.НЕТ. И сегодня важная новость, новость номер один. Белорусские и российские спецслужбы провели спецоперацию и захватили блогера, известного блогера и главного редактора СМИ НЕХТА, белорусского СМИ, которое освещало и протесты, мирные протесты. И публиковало очень много видео и подтверждений о фактах произвола и пыток в учреждениях МВД Беларуси Романа Протасевича. Роман утром вылетел на самолете, рейсовым самолетом из Вильнюса в Афины, из одной страны Европейского Союза в другую страну. Авиакомпания Ryanair, это европейская авиакомпания, которая не имеет никакого отношения ни к России, ни к Беларуси. Но каким-то образом российские и белорусские спецслужбы вычислили, что Роман Протасевич находится на этом борту. И именно благодаря вот этой вот махинации со стороны ФСБ, СВР и КГБ Беларуси, им удалось хитростью посадить этот борт в аэропорту Минска. Спецслужбы, я думаю, что к этому причастны агенты, связанные и с КГБ Беларуси, и с ФСБ России, организовали направление ложной информации о том, что якобы этот самолет, этот борт заминирован. Дальше уже вход пошли не только спецслужбы, но и армия. МИГ-29 белорусских вооруженных сил сопровождал этот борт. Принудительно посадили самолет в аэропорту Минска. И дальше уже в ходе личного досмотра всех пассажиров спецслужбы Беларуси задержали Романа Протасевича. Это возмутительно, это вопиюще. Это говорит о том, что тоталитарные режимы идут на все, на ложь, на манипуляции, на злоупотребление международными обязательствами, на злоупотребление. Вообще всем, и армии, и спецслужбами для одного. Для того, чтобы арестовать и максимально изолировать от общества блогеров, правозащитников и журналистов, которые освещают преступления тоталитарных режимов в России и в Беларуси. И вот сегодня эти спецслужбы захватили Романа Протасевича, которому в Беларуси, по нашей информации, угрожает смертная казнь. То есть сейчас вопрос стоит о жизни и смерти. И поэтому в этой ситуации, при том, что в воскресный день, никто не должен молчать. Мы обязательно должны поддержать Романа Протасевича. Мы должны поддержать белорусскую оппозицию, белорусских журналистов. И объединить сейчас все усилия правозащитников, журналистов, активистов на всем постсоветском пространстве, чтобы привлечь мировое сообщество, привлечь средства массовой информации, мировых политиков. Потому что то, что сделали Александр Лукашенко и Владимир Путин, организовав подобную хитрую манипуляцию и посадив принудительно борт, который летел, еще раз подчеркну, из одной страны Европейского Союза, из Вильнюса, летел в Афины, в Грецию, в другую страну Европейского Союза. Никаких законных оснований у белорусских спецслужб армии, у Лукашенко и ФСБ службы внешней разведки не было для того, чтобы задерживать Романа Протасевича. Это была хитрая спецоперация, хитрая манипуляция. Еще раз подчеркну, жизни более ста человек, которые летели на этом самолете, были подвергнуты опасности, потому что к гражданскому самолету приближался вооруженный боевыми ракетами МиГ-29, был обман, шантаж, силовой шантаж. Самолет принудительно посадили только для одной цели, чтобы захватить Романа Протасевича. Я, как правозащитник и основатель нашего правозащитного проекта «ГУЛАГУ.НЕТ», призываю всех поддержать Романа Протасевича, не молчать, написать ваше мнение в комментариях. Я, пожалуйста, прошу вас распространять эту информацию сегодня, прямо сейчас. Это очень важно в мессенджерах и в социальных сетях. И важно делать все возможное, чтобы мировые политики страны Европейского Союза приняли срочные меры для освобождения Романа Протасевича и для спасения его жизни. Еще раз подчеркну, в условиях пресс-хат Минского СИЗО содержание Романа Протасевича это, по сути дела, прямая угроза применения к нему бесчеловечных методов и пыток. По возможности адвокатов, правозащитников, всех, кто каким-то образом может дотянуться до Романа, передавайте, пожалуйста, наши слова поддержки, чтобы он знал, что многие люди его поддерживают. И мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы Романа спасти и для того, чтобы в отношении всех виновных в этой манипуляции и абсолютно террористической какой-то спецоперации в отношении борта с гражданскими людьми по политическим мотивам обязательно было проведено международное расследование и введены соответствующие санкции. Мы продолжаем, оставайтесь с нами и, по возможности, еще раз подчеркну, поддержите нас комментариями, лайком этого видео, это помогает для раскрутки и репостами. У меня все, будем продолжать освещать эти события в том числе. Мы продолжаем, ГУЛАГУ нет. То, что сегодня по указанию военного диктатора Александра Лукашенко в Беларуси был посажен гражданский самолет компании Рейн-Эйр с применением военно-воздушных сил Беларуси является еще одним свидетельством того, что в Беларуси нарушается международное право, подвергается опасности жизни и здоровья иностранных и белорусских граждан. Действительно, целью посадки самолета являлось задержание известного белорусского блогера Романа Протасевича, которому в Беларуси грозит высшая мера наказания. Данный инцидент нельзя назвать иначе, как военным пиратством и международным террористическим актом. Мы требуем, что данный инцидент незаменительно был рассмотрен Международным сообществом и Международной организацией гражданской авиации ИКАО на предмет временной приостановки авиасообщения на территории Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова